Вдоль по обочине дороги брел столь когда-то сильный пес, едва передвигая ноги. Куда-то вдаль себя он нес. Уже которую неделю он не сворачивал с пути, пройдя десятки километров, оставив место позади. То место показал хозяин, придав одним лишь словом – ждать. Сел на машину и уехал, оставив поле охранять. Но не дождавшейся отмены под дождь осенний проливной побрел навстречу горизонту. В ту сторону побрел домой. Пес вспоминал дорогу и детство, и дорогую конуру, и кошку, ту, что по соседству его дразнило поутру. Горячий суп и мясо с костью, прогулки в поле или в лес. А как хотелось поскорее домой вернуться наконец. Узнать, за что же он негоден. Четырнадцать собачьих лет служил он верою и правдой. Хозяин должен знать ответ. И вот дома того поселка. Там, где родимая изба, табутка, вкусная похлебка. А ждут ли? Вот ведь в чем беда. Осталось только через трассу перебежать, перескочить, уже протоптанной дорогой туда, где век хотел дожить. Оставив мысли и сомнения, через дорогу напрямик он бросился, собрав все силы. Вот только рог его настиг. Бес не заметил в ту машину. Виск тормозов, удар и тьма. Когда до дома оставалось еще немного, полшака. Толпа собралась у дороги. И к ним хозяин подошел. Уже с другой, другой собакой. Он на прогулку его вел и побледнел, когда увидел того, кто много-много лет был лучшим другом, даже братом, не раз спасая жизнь от бед. Щенок пнул носом к хладной лапе и как-то горько заскулил, оплакивая жизнь собаки, чью будку только что обжил. Побрел домой и сам хозяин. Не в силах боли держать в груди, шипя себе под нос. Предатель. Потом похороню. Прости. Таких историй очень много. Но мысль у каждой есть одна. За тех, кого мы приручаем, мы отвечаем. До конца. Прости. Продолжение следует...